И в продолжении квартирного вопроса почти 40 человек стали жертвами черного риэлтора, который промышлял в Усть-Каменогорске. Некий предприимчивый мужчина предлагал доверчивым людям дешевые квартиры. За определенную плату он обещал своим клиентам залоговое жилье, представляясь бывшим сотрудником одного из банков. По подсчетам местных полицейских, сумма ущерба превысила 100 тысяч долларов. Продолжение темы в материале Индира Кокимовой. Квартира в самом востребованном районе города, в ипотеку, по низкой цене, да еще и со старым курсом доллара. Такие заманчивые перспективы привлекли многих лековерных усть-каменогорцев. Динара Бетергужинова не стала исключением. Оказалось, что это все обман. Отдали ему 4 тысячи долларов и с концами. Схема проста. Некий предприимчивый житель областного центра через объявления или знакомых предлагал льготные квартиры, находящиеся в залоге у банка. Желающим приобрести дешевое жилье, предлагалось через нотариуса оформить сделку, подписать договор и ждать, пока риэлтор пригласит их в банк. Пострадавших оказалось немало. Только тех, кто подал заявление, оказалось почти 40 человек. Полицейские уверены, что это далеко не все пострадавшие. В полицию обратились 37 жителей города усть-каменогорска. По этим заявлениям возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества. В общей сложности следователи оценили ущерб в 100 тысяч долларов США. Но при задержании денег у мошенника не оказалось. Общественный деятель Владимир Лопаткин считает, что причиной столь массового надувательства стал синдром бесплатного сыра в мышеловке. Казалось бы, столько информации. То банк ММЭ, то еще что-то. Вот халява людей настолько привлекает, что этому рецептов даже нет на сегодняшний день. Ну, живем, может быть, мы в капитализме мало, всего лишь на все каких-то 20 с небольшим лет. По всей вероятности нужен более продолжительный срок, потому что у людей еще тот советский менталитет. Раз кто-то что-то делает, он делает правильно. Чтобы не попасться на крючок мошенников, юристы рекомендуют проверять всю информацию перед сделкой. В первую очередь он должен прийти в банк, если он нашел, допустим, объявление или на сайте. То есть все банки размещают имущество на своем личном сайте. То есть если клиент выбрал какую-то квартиру, что она ему подходит, он в первую очередь должен прийти в банк. То есть спросить у сотрудников банка, есть ли такая квартира в действительности, продается ли она, на каких условиях. Сейчас делалось Каменогорского черного риэлтора. Находится на стадии расследования. Пока что неизвестно, действовал ли он один или речь идет о целой сети мошенников. Однако несостоявшихся владельцев дешевых квартир больше волнует другой вопрос. Удастся ли им вернуть потерянные деньги?